Всем привет, на связи проект Мабу и в сегодняшнем видео мы поговорим о разработке мобильных приложений и веб-приложений, о том как они соперничают и что выбрать для заработка. То есть какую сферу выбрать для заработка со стороны создания своих продуктов. Если вы думаете просто трудоустроиться в компанию, то выбирайте только то, что вам больше нравится разрабатывать и идите, не заботьтесь ни о чем другом. Но если мы говорим о создании собственных проектов, то в сегодняшнем видео мы разберем обе эти сферы и мы посмотрим, что же востребовано, а что нет, где раздуто, а где нет, где проще и быстрее получить прибыль, а где эту прибыль получить довольно таки сложно. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите освоить высокооплачиваемую, востребованную, престижную профессию и разрабатывать мобильные приложения под систему Android, тем самым будь уверенным в завтрашнем дне. Если вы хотите обучиться специальности, которая послужит основой и возможностью для переезда в любую страну, которая вам нравится и позволит вам стабильно и достойно зарабатывать, либо в компании, либо работая на себя, в офисе или удаленно. Если вы хотите работать на себя и развивать свой небольшой бизнес по разработке мобильных приложений на заказ, если вы хотите создавать свои сервисные мобильные приложения, тем самым влияя на жизни огромного количества людей и зарабатывая на своих стартапах, тогда я вас приглашаю на программу обучения на Android разработчика. Я вас обучу на профессию Android разработчик на личной основе и доведу до результата качественно и максимально оперативно. На курсе вы овладеете современными технологиями и получите опыт качественной и современной разработки. Курс обновляемый, то есть если какие-то технологии устаревают, выходит что-то новое, то материал курса обновляется. Также я могу вас проконсультировать по поводу мобильной разработки, если у вас возникла проблема при обучении. Ссылка на программу и условия обучения, а также на контакты для связи со мной, есть в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. До встречи на обучении. Давайте зайдем со стороны веба в первую очередь. То есть веб, то что работает от интернета. В сфере разработки таких продуктов существует два направления. Это разработка классических сайтов и разработка так называемых веб-приложений. В чем разница? Разница в том, что сайт просто предоставляет какую-то информацию. То есть вы хотите что-нибудь найти, возможно купить мебель или какую-то информацию найти, по какому материалу лучше мебель выбирать. И просто заходите в свой браузер и вводите что-то в поиски. И ищите себе актуальную информацию. Уже по пути встречайте различные предложения. Это как бы сайты. То есть это классические сайты, которые составляют 90% пространства и являются основой для бизнеса. То есть для заработка. По факту для того, чтобы бизнесу зарабатывать, просто начать зарабатывать. Ему нужен просто поисковой трафик с помощью таких сайтов. И все. Есть веб-приложения. То есть нам сейчас это очень сильно раздубается. И нам все говорят там это всюду, что разрабатывать и веб-приложения. Веб-приложения нам не очень сложные. Там по факту, да, зоопарк решений. То есть там что это такое? Это некие сервисы, которые позволяют зайти на этот сайт и что-то сделать. Например, небольшая соцсеть по, скажем так, каким-то интересам. Допустим, есть профессия художников. И небольшая там, грубо говоря, разрабатываете какой-нибудь сервис. Где художники будут публиковать свои работы, обмениваться опытом. И как-то контактировать между собой, делиться новостями. То есть некий такой ресурс, который не является уже поисковым сайтом, а является обычным сервисом. То есть веб-приложения это сервисы, с помощью которых можно что-то сделать. Либо что-то одно, либо множество различных вариантов. Возьмите Figma, в котором создаются дизайн для сайтов. Это тоже веб-приложения. То есть мы определились, что такое сайт и что такое веб-приложение. Но дело в том, что давайте поговорим еще о том, на чем создаются веб-приложения. Если мы говорим про веб-приложения, про сервисы, есть две стороны, фронт-энд и бэк-энд. То есть это два разных разработчика. Фронт-энд создает визуальную часть приложения. То есть, допустим, все экраны, все, что вы видите перед собой на экране, вся структура внешнего вида, все взаимодействия с этими элементами, кнопками, это все фронт-энд. Бэк-энд это внутренняя логика. То есть, например, вы когда обращаетесь, вы их прикликаете на страницу каталога с услугами, у вас идет обращение на сервер, и сервера с базы данных уже возвращается вся эта информация и структурируется во фронт-энде. Для того, чтобы написать такое мобильное приложение, нужно два разработчика. Для того, чтобы написать такое веб-приложение, нужно два разработчика. Это фронт-энд и бэк-энд-разработчик. Ну, еще дизайнеры, если у вас прям широкий продукт. Да, можно это совместить и изучить самому, но это довольно-таки сложно, потому что обширные сферы, и нужно разбираться в разных этих двух направлениях. То есть, на фронт-энде используется. Что вам нужно знать? Вам нужно знать верстку, HTML, CSS, при процессоре для CSS, SCSS, да, ну, SAS. Далее вам нужно знать язык программирования, JavaScript. И далее вам нужно знать фреймворк, самый популярный, это React. Собственно, что нужно знать для создания просто визуальной части. Для создания части на сервере, там просто зоопарк, такой же зоопарк решений. Это может быть либо язык программирования, PHP с фрейворком, Laravel, плюс SQL, обязательно язык запросов и понимание построения баз данных, там, MySQL или Postgres, что-то такое. Либо вы можете изучить язык Python, использовать фреймворк Django со всеми SQL-ными, MySQL-ными делами. Либо можете использовать современный, бурно развивающийся Node.js, с JavaScript, кстати, который вы будете использовать и на фронте, с Postgres, но многие непрофессиональные, кто бы, кендеры, не советуют с ним связываться. То есть, вот такой зоопарк решений вам нужно изучить, чтобы разработать вот такое приложение. Для разработки поисковых сайтов, когда вы что-то вы ищете, сайт, то есть, собственно, который генерирует всю прибыль. Обычно вы можете также все это использовать, но по факту современному бизнесу это не нужно. Современному бизнесу нужно что-то, что-то простое, что они, что даст им возможность редактировать самим контент, да, а в случае, если нужно будут какие-то доработки и в случае, если они не смогут с вами связаться или вас найти, им не составит труда найти разработчика, который им поправит это все дело. Поэтому используется коробочная CMS система. Если мы говорим про интернет-магазины, то часто используется 1S Bittrex, OpenCard, но это все очень дорого. Поэтому, если нет особого бюджета, то всегда используется WordPress, с помощью которого вы сами сможете все создать. И смотрите, что мы получаем. Получаем мы зоопарк решений. Но получается следующее, что то, что на 90% нужно бизнесу в качестве получения прибыли, не требует вообще никакого программирования. Легкое программирование, верстка и допустим тот же WordPress. То, что вы предлагаете допустим сделать с помощью программирования, как я сказал, на React, вот эти веб-приложения, это подвергается довольно-таки большому сомнению. Потому что по данным, обширной статистике очень много этих данных можете в интернете посмотреть. Большинство трафика, сейчас по-моему уже больше 70% или там уже 80-90% трафика приходится на смартфоны. То есть, ну, мобильные устройства очень мало кто сидит, потребляет информацию с ноутбуков, с компьютеров. Обычно это, когда человек работает. И большинство информации потребляется именно со смартфонов. И возьмите, просто проведите сейчас опыт. Представьте, вы пользуетесь каким-то сервисом, он вам нужен, ваш сервис. Представьте, вот есть сервис, который вам нужен, вы хотя бы раз неделю им пользуетесь. Заказ доставки еды, заказ доставки воды, то также локальная соцсеть для художников определенного региона, про который мы говорили ранее. Вот представьте, что вы таким пользуетесь. Как вам будет удобнее пользоваться, имея какую-то иконку на своем рабочем столе, на своем экране в смартфоне, которую вы один раз нажмете, вы можете взаимодействовать с сервисом. Или вам нужно будет проваливаться в браузер, нажимать на вкладку и заходить на определенный сайт. Да, на определенное веб-приложение, на определенный сайт с веб-интерфейса. Что вам будет удобнее? Я думаю, будет удобнее иметь некую иконку у себя на рабочем столе. И вот тут мы приходим к очень интересной истине. А истина заключается в том, что когда мы говорим про какие-то сервисы, про какое-то взаимодействие с какими-то продуктами, с какой-то системой, которой вы пользуетесь, допустим, не реже, чем раз в месяц, да, то есть, желательно, либо каждый день, либо через каждые три дня, ну, либо каждую неделю что-то полезное, то, что вам нужно, что-то, что вам облегчает жизнь, ну, это, я глобально говорю, облегчает жизнь, просто, что помогает вам что-то сделать, каким-то сервисом, который не, к цели которого не предоставление вам какой-то информации, конечно, когда мы не говорим про соцсети, тогда это, да, YouTube и ВКонтакте, это предоставление контента, контентное приложение, да, когда мы говорим про сервисы, которые именно, не та, которых нет цели, чтобы человек как-то зашел и нашел, как будет, какую-то информацию, при этом он не имея никакого представления об этом приложении ранее, до того, как бы нашел информацию об этом приложении, то есть, когда мы говорим просто о каком-то сервисе, о каком-то функционале, который вы будете пользоваться регулярно, то мы приходим к очень интересной истине, мы говорим, мы приходим к тому, что в этом случае в качестве приложений, в качестве сервисов удобнее использовать мобильные приложения, потому что у нас массово преобладает мобильный трафик, но представьте, мы работаем за компьютером, возьмите ту же фигму, да, вам бы удобнее в качестве фигмы было использовать мобильное приложение или декстоп-приложение, или работать через веб-интерфейс, конечно же, удобнее работать через веб-интерфейс, и тут мы приходим к другой истине, когда мы говорим о профессиональной работе, то есть, когда вы работаете за компьютером, и вам нужно во время работы за компьютером использовать какой-то софт, какое-то приложение для работы за компьютером, в этом случае удобнее его создавать как веб-приложение, когда мы говорим про то, что мы, про массовое использование, когда то, что не связано с работой за компьютером, а для нас лично какой-то сервис или что-то другое, то тут удобнее использовать мобильное приложение. Когда мы говорим о разработке какого-то продукта, нужно понимать, как его будет пользоваться, каким будет пользоваться наш потенциальный пользователь. Если это продукт для работы, то, конечно, человек будет работать за компьютером, однозначно нужно разрабатывать веб-приложение. Во всех остальных случаях, в абсолютно всех остальных случаях, удобнее разрабатывать мобильное приложение. Ну как удобнее? Мы говорим со стороны прибыли. Прибыльнее будет именно разработать мобильное приложение. И тут я вам предлагаю вспомнить себя. Скажите, как часто вы платите за веб-приложение, какую-то платную подписку, которую используете в работе? Есть ли у вас какие-то приложения, которые вы используете в работе, веб-приложении, и платите за них подписку? Или наоборот, очень много что скачанного бесплатно? Я думаю, мало кто платит что-то, очень мало людей платит за что-то, чтобы пользоваться. Этим, как веб-приложением. И тут мы сталкиваемся еще с одним таким нюансом. Потому что доля рынка, доля рынка именно не сайтов, а приложений на 80% поглощена мобильной разработкой. Потому что просто приложениями, как таковыми, сейчас не говорю про мобильные приложениями, вообще про приложениями, приложениями удобно пользоваться со смартфона. Ну как удобно пользоваться со смартфона? Просто большинство времени человек проводит в смартфоне. То есть мы сравниваем работу за компьютерами и за смартфоном. Большинство времени проводит за смартфоном. А со смартфона удобнее пользоваться мобильным приложением. И поэтому большую долю рынка занимает мобильные приложения, а не веб-приложения. И с другой стороны у нас есть возможность заработка. Мобильное приложение намного проще продать человеку, нашему потенциальному пользователю. Мобильное приложение намного проще продать. Веб-приложение очень сложно продать. Потому что, ну, человек зайдет, ну, какой-то сайт, а что за него еще и платить нужно. Ну, нет. Ну, будет искать халяву человек. Веб-приложение очень сложно продать. мобильное приложение продать довольно таки легко ну не то чтобы легко намного проще и понятно можно плюс вы должны понимать что сайты очень долго были на слуху и сейчас они на слуху и сейчас очень много возможностей сделать сайт вообще без всяких в приложении продукты можно назвать этому зерокодинги сделать там лендинг визитка кильда лендинг визитка wordpress интернет-магазин wordpress opencard просто все что угодно вплоть до того что на wordpress можно создать сайт агентства по недвижимостью с объектами с фильтрацией то есть так как таковые веб-приложения не нужны и когда вы приходите выбираете сферу для заработка на веб-приложениях вы очень сильно рискуете потому что у вас велик шанс не достичь нужной прибыли зря потратить либо деньги либо деньги и время когда мы говорим про мобильную разработку то не существует на на данный момент на рынке по-настоящему хорошего инструмента как есть это веб-разработки который может заменить заменить именно разработку то есть тут все так же остается та старая добрая мобильная разработка поэтому давайте подведем итог цели у каждого продукта и стратегия у каждого продукта если нам нужно создать продукт для бизнеса который позволит привлекать какой-то трафик и зарабатывать на этом бизнесу то однозначно это обычные сайты выбираем коробочные решения типа cms wordpress и нормально зарабатывать можно с минимальными вложениями если мы говорим про некий сервис некое приложение которое нужно для определенных профессионалов своего своего своей деятельности которая предусматривает что за этим приложением человек будет исключительно исключительно работает на компьютере исключительно ему нужна конкретная широкая клавиатура он прям должен работать именно офисный работник прям за компьютером то обязательно это веб-приложение во всех остальных многочисленных случаях то что я до этого сказал это примерно ну сайты нельзя сравнивать если сравнивать веб-приложения и мобильные приложения то примерно веб-приложения заработать занимают 10 20 процентов максимум все остальное место на рынке занимает мобильная разработка когда мы говорим про разные интересные сервисы для тех же салонов красоты для любых бизнесов которые могут улучшить взаимодействие со своими клиентами помогут более сильнее притягивать к себе клиентов более установить установить тесные связи с клиентом различные сервисы по облегчению жизни для клиентов для для объединения людей некие группы то есть вся эта классная интересная разработка которой вы можете заниматься создавать какие-то классные пусть даже региональные продукты то в этом случае мобильная разработка ее ничего не может заменить сайтами неудобно пользоваться как приложениями поэтому когда вы хотите сделать свой продукт вы сядьте и подумайте какая цель у вашего продукта исходя из вашей цели выбираете тип который в группу тип продукта который тип приложений которые вы будете разрабатывать а потом сядьте и подумайте как пользователю будет удобно пользоваться вашим приложениям через веб-интерфейс то есть через браузер либо нативное как мобильная разработка как мобильное приложение либо у вас просто цель получать поисковой трафик тогда это обычный сайт подумайте и прикиньте и я вам такой сейчас небольшую подсказку там совет дам по поводу продвижения мобильного приложения их мобильных приложений этого всего мобильные приложения в связке с сайтами очень классно работает берем сервис тоже который мы рассказывали как бы разбирали сначала сервис для художников да когда мы говорили создаем тупо региональную социальную сеть в определенном регионе для художника где можно обмениваться информацией рассказывать как вы что создавая как вы рисовали выставлять свои картины на продажу то есть некий как такой сервис для художников а этот сервис для художников можно прорекламировать через собственный блог некий сайт региональный который проще продвигать то есть человек ищет что-нибудь на купить картину нарисовать картину что-то в сети ему выходит ссылка на этот сайт человек берет заходит на сайт ищет смотрит что и вы там предлагаете скачать приложение у классно моем регионе есть такое приложение чисто для художников а ну-ка давай-ка я скачаю посмотрю он зайдет и выберет и приобретет там у определенного художника там тут уже картину а вы как разработчик такого предложения можете зарабатывать с рекламы с платных подписок этих художников что они могут публиковать с разовой оплаты размещения своей картины то есть тут заработка много не то что некий веб-приложение где зоопарк решения где вы будете биться биться и в итоге ничего не напишите потому что и ну напишите но ничего не заработаете там непонятно для кого и что это нужно а тут прям можно все это классно настроить да вы скажете можно сделать место мобильного приложения тот же сразу в приложении можно но человек который ищет информацию скорее всего ищет эту информацию со смартфона и возможно я не прав но мне кажется что мобильные раза мобильная разработка намного интереснее намного приятнее чем веб-разработка и там больше вариантов для развития ну возможно я не прав но это сугубо моё мнение сегодня просто занимались недавно разработкой нескольких продуктов вывели их на американский рынок и одновременно до в одной и той же сфере мобильную разработку мобильное приложение в приложении выводили сфере красоты там для салонов красоты для барбершопов на американский рынок уводили два продукта и за первый месяц мобильная разработка показа мобильное приложение и веб-приложение вывели, да, и мобильное приложение по отношению к веб-приложению показало рост на 70%, то есть на 70% прибыли было получено больше с мобильного приложения. Поэтому у меня возникли такие мысли. Ну, а на сегодня у меня все. С вами был проект Мабу. До встречи на следующих уроках. Всем пока.